Очень часто в исследованиях моды существует такой очевидный перекос в сторону женской моды, он существует и в популярном дискурсе, и существует в исследовательском поле. И тем более мне приятно, что сегодняшний доклад будет полностью посвящен мужской моде, и тем самым компенсирует вот этот вот пробел, этот перекос, с которым так часто мы сталкиваемся. Я с огромным удовольствием передаю слово нашей сегодняшней докладчице Евгении Сергеевне Платоновой, аспирантке и стажеру-исследователю НИУВШ в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, вам слово. Всем добрый день. Как меня Ксения уже представила, меня зовут Евгения. Отдельная благодарность Ксении за то, что пригласила меня поделиться своим исследованием в рамках этого семинара. Я закончила Высшую школу экономики по профилю истории и Центральный европейский университет Будапеште. Магистратура тоже по профилю истории. И сейчас я, как Ксения уже сказала, обучаюсь аспирантуре на первом курсе в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге на департаменте истории. И с 2018 года я работаю над темой маскулинности и феминности в советской моде. И этот кейс был выбран просто потому, что тогда мне было интересно заняться исследованием советского гендера. И в ходе таких эвристических изысканий я решила обратить внимание на красную вот эту сферу, как способ репрезентации феминного и маскулинного. И в своем докладе я буду фокусироваться на трех вещах. Это на маскулинности. Я бы хотела сразу почитать на представлениях о маскулинности, потому что, естественно, я не говорю то, что мои результаты указывают на какие-то определенные модели, которым соответствовали все советские мужчины. Но я смотрю на представления о мужском в дискурсе советской моды, в частности, на дискурс домов модели одежды. И в данный момент я занимаюсь преимущественно Ленинградом, поэтому большая часть источников у меня идет из ленинградского дома модели одежды. Но, в принципе, как я уже поняла, то, что они себе представляют, можно, так сказать, распространить как такую гегемонную модель маскулинности на весь СССР и дальше уже исследовать какие-то другие модели, опять же, в рамках деколониальной истории, например. И также в рамках этого доклада я расскажу немножко про маскулинность Хрущева и Брежнева. Но так как у меня сейчас идут только наработки по этим темам, то это будет скорее презентация таких буквально первых моих результатов, каких-то первых моих наблюдений, которые на самом деле просто очень важны для понимания всего контекста. И также я хочу сразу подчеркнуть то, что я не смотрю на карикатуры, на журнал «Крокодил». И также то, что я не являюсь, не идентифицирую себя как историк моды, поэтому я буду рада любым комментариям именно с этой точки зрения. И так, я, наверное, сделаю полным. Так, все видно? Если не видно, то обязательно сообщите. Все хорошо. Собственно, как я уже сказала, доклад будет состоять из пяти частей. Сначала расскажу вкратце про советскую моду после Великой Отечественной войны. Естественно, я могу рассказать вообще просто про всю советскую моду, но тогда это будет слишком объемно. И так как я фокусируюсь на 50-70-е годы, то я сталкиваюсь, соответственно, от 1944 года, о чем я поясню позже. Далее я скажу пару слов про систему моделирования в СССР, в частности, про дома моделей, потому что, как уже исследовали Сергей Журавлев и Велико Гронов, система моделирования одежды в СССР была очень обширной. И если я сейчас буду также всем рассказывать про то, какие там были структурные изыски, то просто мы здесь все сойдем с ума. Далее, собственно, самая главная часть доклада – это про маскулинность, моду и холодную войну и Никита Сергеевича Хрущева. Дальше взгляд из Днекрадского дома моделей. И в конце, так как на затравочку, это то, что я просто, как сказать, начинаю наблюдать, исходя из того, что я уже сделала, это про еще одну маскулинность. Я позже поясню, почему я называю это еще одна маскулинность 70-х годов. Так, и вот, да, мы начнем. Я здесь вставила такую картинку, я нашла ее, по-моему, в одном из архивов Ленинграда. Это одна из презентаций. Здесь женщина, да, здесь женщина. Опять это очень важно пояснить, что у меня есть большая проблема с тем, что очень трудно найти мужские дефиле, так как был большой дефицит мужчин в Ленинградском, в частности, Ленинградском доме модели одежды и в московском. И поэтому, конечно, фотографии женщин будут все равно присутствовать, хотя основной век доклада будет про советскую мускулину, советскую моду. Да, и я начну вообще с ситуации, которая обстояла с одеждой, с текстильным производством в СССР после Второй мировой войны. Очевидно то, что все это находилось в таком очень сильном упадке, но уже к 50-му году, по официальным данным, легкая преимущественность СССР достигла предвоенного уровня. Но при этом большая часть моделей одежды, ввиду того, что просто ничего нового не производилось, выпускалась по устаревшим фасонам и по довоенным лекалам, и, соответственно, отставала от моды. Но здесь вот можно уже задать себе вопрос, что значит отставала от моды. И мне кажется, что когда исследователи пишут об этом, все представляют по себе такую глобальную моду, в частности, которая приходила в СССР из стран Запада. В 53-м году умирает Сталин, и в АЦК КПСС-сопрительство выходит несколько постановлений, которые ставят задачу преодолеть проблему с производством товаров народного потребления. И, в принципе, в СССР начинают происходить процессы, направленные на восстановление текстильной промышленности, однако ввиду системного дефицита все идет на очень здорово. И как раз-таки в это же время начинает складываться система моделирования одежды, и она завершилась в основном в середине 60-х годов, но началась, соответственно, с трех таких больших акторов. Это ателье локальные, дальше частные портные, частные закройщики, и, собственно, дома моделей одежды. И первый дом моделей одежды вообще был открыт в Москве еще в 35-м году, но из-за войны он был закрыт, и, соответственно, все это просто шло на нет. Но важно здесь упомянуть то, что первый дом модели одежды, он не был направлен на производство, собственно, одежды для массовой. Это был больше такой сталинский мифический проект, о котором очень много пишет Джорджа Барклетт в своей книге про фэшн ист. И уже вот после войны открываются первые дома модели одежды в трех городах СССР. Это Москва, Ленинград и Киев. В частности, в Ленинграде это представляет себе большой интерес, потому что документы открытия датируются 11 сентября 1944 года, что всего лишь полгода после снятия блокады Ленинграда. Собственно, здесь стоит вопрос, зачем вообще нужен был дом модели, так как гражданам Ленинграда, соответственно, очевидно, что им было в той степени, в те годы не совсем до моды. Но я так понимаю, что было дело в том, что нужно было все равно восстанавливать город, восстанавливать такую повседневную жизнь советского гражданина в городе. И, соответственно, у разных категорий населения были разные потребности. Кто-то хотел просто одежду, кто-то уже хотел вернуться к нормальной жизни. И главными задачами домов моделей одежды было моделирование одежды для мужчин и женщин. В основном это повседневная, позднее уже появляется спецодежда, появляется спортивная одежда, появляется праздничная одежда. Допустим, с возвращением свадебных церемоний появляются специальные отделы для моделирования женского свадебного платья, мужского сабиного костюма. Также дома модели одежды занимались рекомендацией моделей для массово-индивидуального производства. Соответственно, массово идет через фабрики, индивидуальное идет на локальное производство в ателье или частным закройщикам, которые могут использовать эти выкрики. Собственно, пример выкрики журнала можно найти на экране 1964 года. Также дома модели одежды занимались подготовкой выставочных моделей для международных выставок и фестивалей, моделированием одежды для театра и эстрады. Для театра и эстрады мне тоже представляет это большой интерес, однако проблема в том, что пока с теми материалами, с которыми я работала, я не нашла упоминаний, например, подготовки одежды для кино или, опять же, для театра. То есть это очень интересно, но, к сожалению, пока что я не могу предоставить никаких очевидных материалов, но я надеюсь, что я их найду. И очень важным, конечно, было то, что дома модели одежды, собственно, выпускали свои журналы мод, в которых они в 50-е годы в основном публиковали модели одежды в виде картинок, в виде рисунков, однако в 60-70-е годы уже появляются полноценные фотографии. И, да, это пример, опять же, женщины, опять же, из Ленинграда на фотографии. В 49-м году образовывается такая система домов моделей во главе с общесоюзным домом моделей одежды в Москве. И, да, он получает название «Общесоюзный дом моделей одежды в Москве». И в начале 50-х годов открываются дома моделей в областных центрах РСФСР и столицах Советских Республик. Я брала пример Новосибирск, Свердловск, Рига, Таллинн, Тбилиси и другие. И также здесь стоит сказать, как вообще, в принципе, это работало. Дом моделей одежды в Москве созывал методическое совещание, на котором, как я поняла, на которое приезжали представители разных домов моделей одежды. Они обсуждали новые фасоны, тренды на будущий сезон, обсуждали новые направления в методике кройки и шитья. Также дома моделей одежды должны были отправлять все свои новые разработки, созданные в экспериментальном цехе, на утверждение в Москву. При этом каждый дом модели одежды имел, конечно же, право на моделирование собственных моделей одежды, которые бы отличали их регион. И сейчас мы переходим... Кратенько я рассказала про это, и сейчас мы переходим к моде маскулинности и холодной войне и Никите Сергеевичу Хрущеву. Да, здесь я хочу просто представить, перед тем, как я перейду к основной части про представление маскулинности, то, как, в принципе, выглядел высший эшелон власти в 50-е годы. С нашей точки зрения их сейчас очень трудно назвать модными людьми, особенно если мы, допустим, сравниваем образ Хрущева с образом американского президента Джона Кеннеди. Хрущев часто становился в кулуарах предметом насмешек, ввиду того, что у него всегда был такой не очень хорошо смоделированный пиджак. Опять же, не очень понятно, почему он не пользовался услугой модели одежды, домов модели одежды, или же он пользовался, но по какой-то причине, может быть, настаивал на каких-то не очень представительных моделях одежды. Также Хрущев, как известно, очень любил более такую деревенскую одежду, то есть он был большим фанатом вышибанок, в связи с того, что он очень долгое время прожил в Украинской СССР. И также я привела внизу пример на фоне маскулинности и феминности. Здесь, конечно, очень трудно, допустим, на этой фотографии различить внешний вид, найти большие различия между внешним видом Хрущева и Кеннеди, но если мы посмотрим здесь также на репрезентацию феминности, то очевидно то, что по меркам Запада Нина Хрущева выглядела значительно менее модной, чем супруг американская президентка Жеклин Кеннеди. В Ленинградском доме модели одежды внимательно следили за тезисами Хрущева, и как раз в конце 50-х годов, в 58-м году, я нашла обсуждение модели одежды с ссылкой на Хрущева, когда художник-модельер Киселева защищала одну из своих моделей одежды и говорила то, что, на наш взгляд, это совершенно необычная модель, может быть, не совсем нам привычная, но мы выступаем в международной арене, мы должны давать модные вещи, чтобы мы не отставали. К нам приезжает очень много иностранцев, которые насильно критикуют за нашу некрасивую одежду. Позвольте обратить внимание на то, что Никита Сергеевич Хрущев несколько раньше говорил о том, что не так важно, что мы, может быть, не совсем модно и красиво одеты. Теперь в тезисах доклада Никиты Сергеевича Хрущева говорится о том, что в этой семилетке мы должны одеваться и добротно, и красиво. И после того, как я нашла эту цитату, я все-таки делаю ставку на то, что Хрущев был внимателен к моменту важности одежды на международной арене и также к важности внешнего вида советских граждан. И как раз-таки этот поворот наблюдается в конце 50-х годов уже с таким активным международным сотрудничеством, так сказать, международным мирным сосуществованием с Соединенными Штатами Америки. И я хотела бы дальше немножко развить эту тему. Возможно, этот тезис связан с пониманием модерности и современного общества в СССР в тот период. И здесь я перехожу к взгляду из Ленинградского до моделей на важность на место одежды в мужской жизни и на концептуализацию советского мужчины в дискурсе моды. Вернемся к ленинградскому до модели одежды. Как я уже сказала, он был открыт в 44-м году и просуществовал до распада СССР в 91-м. Дом моделей располагался на Невском проспекте 21, в доме Мертенса. Для большинства это такая большая, бывшая уже, надеюсь, что она вернется в пятиэтажные Зары. Кстати, она очень хорошо внутри отреставрирована и даже сохранился отреставрированный такой мини-подиум на первом этаже. Ленинградский дом модели одежды выпускал свой альбом МОД, после 50-го года получивший название МОД Ленинград. В состав художественного совета на чьи дискуссии я как раз таки смотрю, входили художники-модельеры, работники местных музеев и других культурных учреждений и представители торгующих организаций и текстильных фабрик. Собственно, последние были очень активны в обсуждениях, потому что как раз таки они отвечали за дистрибьюцию, дистрибьюцию одежды за производство и дистрибьюцию одежды уже после утверждения. И сейчас я хочу показать такое небольшое... На этих фотографиях я хочу продемонстрировать такое небольшое развитие мужской моды в 50-60-е годы. Собственно, в 52-м, 53-м большая часть моделей одежды для мужчин была представлена в таких темных, в темных цветах. В основном, это были костюмы. Очень редко мужчинам в тех выпусках предлагались, допустим, спортивные костюмы, костюмы для отдыха. То есть казалось, что как будто бы мужчина должен носить просто вот такой строгий костюм во всех случаях, неважно, куда он идет. В 58-м году в визуальных материалах уже наблюдается такое проникновение ярких цветов, о чем я скажу немножечко позднее. Появляются такие легкие голубые цвета, как здесь представлены, зеленые, желтые, красные. Но, опять же, это все не очень ярко, и одновременно с этим журналы строго рекламентируют использование цвета, яркого цвета в мужской одежде. В 60-е годы ситуации меняются, и, наконец, у светских мужчин в рекомендациях появляются различные формы одежды в различных сферах от работы до отдыха, как я уже сказала, даже свадебные, праздничные костюмы. И, что интересно, наконец-то появляются яркие цвета, и в том числе принты, использование принтов одежды, что, чего раньше не было, за исключением темных, как мы видим здесь, темно-синего, допустим, пиджака в полоску или коричневой клетки. И то, что описывали, здесь сейчас я соберу воедино то, что говорили художники, все, что говорили эксперты, художники-модельеры художественного совета до моделей. В целом, мужчина советский описывался с обладающей идеальной мужской фигуры, то есть вся одежда должна была подчеркивать высокий стройный силуэт, отсутствие живота, животика, горба на спине. Также, как я уже сказала, в 50-е годы это отсутствие принтов и выбор темных цветов. И здесь я ввожу такое понятие, как великое... Не я ввожу, а я связываю его с таким понятием, как великое мужское отречение, Great Male Administration. Это исторический феномен 18-19 века. Как раз таки в этот период сложилась мужская одежда с отсутствием ярких цветов и разноплановых фасонов. И благодаря этому феномену в культуре появились мужские версии женских товаров, духов, кремов и так далее. И этот феномен, он очень тесно связан с понятием социального класса. И в тот период используется для того, чтобы привести черту между разными социальными классами. И как говорит Джорджа Бартлетт, в соц. странах мода воспринималась как разный феномен до 50-х годов, как раз таки в связи с переосмыслением понятия класс. И вероятно, что этот формальный дресс-код, на который ориентировались дома моделей, должен был подчеркнуть складывание среднего класса нового модерного общества. И такой образ мужчины представлялся как новый современный человек. Также, как я уже сказала, в 60-х годах цветные вещи начинают занимать все больше места в советском гардеробе, но при этом в худсовете об этом идут горячие споры и большая часть из которых выступает против использования ярких цветов одежды. Но одновременно с этим, например, очень известны до сих пор модельеры, как вот на этой фотографии, это Вячеслав Зайцев, известный советский модельер, который все еще жив. Он, в принципе, очень любил использовать яркие цвета, в одежде и позже тоже будет говорить Александр Игмана, который тоже не стеснялся это все использовать, но несмотря на то, что многие художники-модельеры в худсовете выступали за использование ярких цветов, почему-то женская часть как раз-таки худсовета выступала против этого. также про возраст. В дискуссиях художественного совета очень часто выступается категория возраста, и опять же категория возраста связана с категорией цвета. Например, взрослым мужчинам зрелого возраста предписывалось использование темных или в конце концов белых цветов одежды, в то время, как, допустим, мальчикам детям можно приписывалось какие-то более яркие цвета. Опять же, в конце 50-х годов происходит концептуализация молодежи как социальной группы, и вот уже у молодежи происходят совершенно другие правила, другие рамки, и здесь же можно вспомнить феномен стиляги, которые преимущественно являлись мужской субкультурой, женщины были редко вхожи в стиляги, либо они не описывались как стиляги, и в 50-е годы стиляги сначала носили очень яркие цвета, в то время как к началу 60-х у них уже совершился поворот в такой более формальный стиль, в то время как в советском официальном дискурсе именно из-за стиляг цвет мужской одежды получил такую плохую репутацию в кавычках, в то время как в 60-е годы наоборот советская молодежь предписывалась советская молодежь мужская предписывалась носить больше ярких цветов, то есть наблюдается такая дихотомия между официальным дискурсом и официальным дискурсом советской моды и образом стиляг. также очень важно отметить то, что в основном я смотрю конечно на центральные архивы, но в журналах маскулинность представляется при помощи изображения белого мужчины славянской внешности, при этом другие национальные группы РСФСР и советских республик они как будто но опять же если посмотреть на источники текстильной промышленности то все равно вся одежда которая которая производила СССР она была по крайней мере по их словам смоделирована при помощи при помощи исследований антропологического института которые занимались как раз таки исследованием разных национальных групп СССР но в официальных журналах этого всего не было и в официальных изображениях тоже и в то же самое время в мужской одежде были определенные были определенные ограничения на использование например орнаментов и несмотря на то что в советской моде в 50-60-е годы появляется такой бум на славянские орнаменты в основном вдохновленные русскими рубахами или украинскими вышванками то чаще всего мужчинам они были не подписаны и опять же эксперты худсовета выступали против использования национальных орнаментов в мужской одежде также также в обсуждении маскулинности наблюдается строго регламентация сексуальности и про это много говорит российский социолог Игорь Кон он пишет то что вообще мужские ноги они представляли собой просто они представляли собой просто какой-то злой рок для советского официального дискурса и это также наблюдается в моих источниках и журналах например на отдыхе мужчинам предписывалось носить длинные штаны в то время как шорты и любая вообще какая-то демонстрация интимности была по строгим запретам и здесь я привожу парочку примеров как раз таки о чем я уже сказала в 54 году представительница торга Лена Надежда Глакова обсуждала рубашку 12-летнего мальчика и говорила разве 12-летний мальчик оденет костюм с такой вышивкой на воротнике это ниже его достоинства и Бонсус считает что такой воротник годится только для девочки что в принципе демонстрирует нам представление о таком классическом это критическом гендерном порядке в СССР когда ничего мужского не может проникать в женской и ничего женского не может проникать в мужское и наоборот и также здесь еще я привожу пример обсуждения летнего пальто как я уже сказала когда женщины были против использования ярких цветов в одежде для чего мужчинам белое пальто это же прекрасная вещь но большая часть таких споров она заканчивалась либо тем то что вещь не утверждали либо просто сходила на нет и соответственно никто из оппонентов не мог никому ничего доказать потому что это были чисто мне кажется такие личные представления о о красоте и о том что должны носить мужчины и женщины в СССР да еще раз я хотела продемонстрировать немножко про вот здесь как раз таки есть фотография шорт это по-моему единственная фотография шорт изображение шорт которое я нашла это начало 60-х годов в принципе здесь уже наблюдаются как я уже сказала такие яркие изображения изображения мужчин опять же по поводу возраста здесь очень трудно сказать из-за рисовки кого они изображали если допустим на самом первой картинке по изображению можно еще догадаться то что скорее всего это молодежь то на двух других здесь все еще не очень понятно какую категорию возраста художники имели ввиду то есть маскулинность была такая достаточно унифицированная и чаще всего проходила такая дихотомия между ребенком и взрослым но допустим опять же кроме цветов каких-то регламентаций в плане молодой человек и взрослый мужчина я не наблюдаю да и это такой небольшой пример уже 70-х годов опять же я уже сказала то что в ленинградском доме модели одежды практически не было мужчин манекенщиков вообще манекенщиками становились просто просто придя в дом модели и говорят что я хочу стать манекенщиком и как отмечает Наталья Лебина которая как раз таки много писала про ленинградский дом модели одежды в своей недавней книге про мужчину и женщину в отипеле то что по-моему среди 15 человек манекенщиц манекенщиц и манекенщиков был только один манекенщик ЛДМО что конечно было очень грустно потому что чаще всего мужчинам просто были недоступны эти модные новинки ввиду недостаточной репрезентации и дальше мы переходим к еще одной мускулиности и 70-м годам киногероям и Ленитичу Брежневу и здесь я обещала пояснить что значит еще одна мускулиность я отталкиваюсь от понимания то что в СССР можно наблюдать несколько форм несколько моделей мускулиности в этот период которые между собой по-разному пересекались и которые создавали иногда такой определенный кризис мускулиности кризис мускулиности как термин был введен по отношению к СССР был введен социологами Европейского университета в Санкт-Петербурге но здесь очень трудно сказать считаю ли я то что маскулинность в моде является какой-то такой отдельной формой маскулинностью скорее она должна просто пересекаться с другими моделями которые обладают другими рядами характеристик и как раз таки этот плюрализм маскулинности возникает после Великой Отечественной войны когда случается проявляется такой демографический кризис и вообще гендерная политика государства обладает внутренними противоречиями еще я хотела сказать про проблему изучения маскулинности именно в 70-е годы с точки зрения моды так как я смотрю на в основном дискурсивные высказывания художественного совета то мне очень трудно сейчас проединиться дальше в периоде потому что к 70-м годам мода становится менее идеологизированная то есть в принципе снижается такой вот уровень таких бурных обсуждений уровень каких-то предписаний и единственный источник за исключением устной истории единственный источник который я могу использовать это журналы и кинофильмы и как раз таки про кинофильмы и вообще проблематику маскулинности я сейчас скажу пару слов и я взяла самые популярные советские фильмы в которых я просто наблюдаю репрезентацию модного мужчины и собственно здесь три три фильма это бриллиант 68-го года Иван Васильевич меняет профессию 73-го года и служебный роман 77-го года и во всех этих трех фильмах несмотря на то что мужчины представляются такими очень модными очень стильными элегантными как раз обладающими всеми теми характеристиками о которых я говорила до этого у них есть такой другой аспект это их такая либо нелегальная работа как в случае Гешка Задоева или Жоржа Мирославского из Ивана Васильевича либо так скажем не очень хороший характер как у героя Олега Василашвили в служебном романе и это тоже очень интересно посмотреть на то как в принципе мужская мода она представляется в двух видениях всегда что в 50-е годы что в 70-е только в 50-е годы больше всего это показано через карикатуру которую я уже сказала я в принципе не использую но мне показалось что это такая интересная преемственность когда карикатуру несмотря на то что они еще продолжают естественно существовать в 70-80-е годы они как сказать переезжают в видеоформат и собственно всегда какая-то модность мужчины она все-таки ассоциируется с чем-то негативным как-то представляется очень негативно несмотря на то что дома-модели созданы как раз для того чтобы сделать всех стильными и модными но при этом вот наблюдается такое противоречие и дальше расскажу собственно про Ленина Далича Брежнева и его можно так сказать личного модельера это Александр Данилович Икманд он родился в Мнитогорске и закончил Московский техникум легкой промышленности затем Московский текстильный институт работал помощником Портнова в 67-м году он попал в общесоюзный дом моделей и сначала он работал специалистом третьей категории получал зарплату в районе 80 рублей но спустя какое-то время его познакомили с Брежневым и он начал активно ему помогать с моделированием его костюмов для разных целей также надевал Чурбанова Щелкова Тарковского Любимова Ливанова Смехова и других представителей театра и кино и первой работой Игманда для Брежнева стало моделирование костюмов для его поездки в Индже для переговоров с Индирой Ганзи и как отмечает Игманд это был очень такой волнительный процесс который занял у него естественно немало времени несмотря на то что чаще всего заказы от Брежнева приходили в такие очень короткие сроки но тот костюм который сделал Игманд всех поразил так как надев его Брежнев будучи размера 56 стал как будто бы выше стройнее и намного статнее и как сам говорит Игманд в начале 70-х годов моде были костюмы на две пуговицы с большим вырезом но Брежнев оставался консерватором и носил строгий костюм с высокой застежкой типа френч на 3-4 пуговицы и однажды Игманд даже копировал костюм который не подошел по размеру пришедший Брежневу в виде подарка до Бринина посла СССР в Америке то есть видимо то есть там был такой очень долгий процесс который Игманд описывает как он пытался защитить этот костюм потому что нужно было найти вообще все что было как раз таки в то время в дефиците от ткани до кнопок на костюм и собственно все это решалось через высшие эшелоны власти как я здесь привела цитату когда нужна была какая-то ткань министр звонил во Францию Англию и вопрос решался в течение дня то есть для главы государства естественно это не было никакой проблемой здесь я в конце немножечко покажу про самые такие яркие яркие образы Брежнева в целом так Игманд стал его личным модельером и здесь в принципе очень интересно посмотреть на то как относились к своему внешнему виду тот же Крышев и Брежнев Брежнев не стеснялся заказывать Уигманда одежду для задач вне так скажем государственной повестки то есть для своей охоты для каких-то личных для охоты для отдыха для личных дел в то время как Крышев например он все-таки использовал такой больше деревенский вид и меньше ассоциировал с таким городским современным модерным мужчиной и даже сейчас в интернете можно найти очень много статей ностальгических по образу Лины Лича Брежнева и даже некоторые медиа которые посвящены собственно современном моде они часто обращаются к образу Брежнева как такого главного модника СССР и вот в конце о чем я говорила понятное дело что это разная мода потому что разница между фотографиями там мало-немало 15-20 лет но все равно наблюдается такое в мужской моде наблюдается такая можно сказать с одной стороны преемственность в том плане то что официальный дискурс и дискурс карикатур очень по-разному представляет советского мужчину в время как эшелоны власти ровно точно так же представляют это иначе но если смотреть на эшелоны власти то здесь все-таки мода больше проникает и больше уже не знаю может быть Хрущев этого как-то стеснялся но все-таки больше становится повседневной жизнью и соответственно даже сейчас видно то что в тот период глава государства он все-таки выглядел очень статно и в принципе ровно так как об этом как ему это предписывалось и как должен был вообще выглядел советский мужчина в то время как до этого 50-х годы образ Хрущева и образ того что мы видим в журналах немножко разнится и из-за этого как раз таки появляется такой диссонанс и в какой-то степени возможно тот самый пресловутый кризис маскулинности когда из-за большого количества разных форм моделей не очень становится ясно к чему нужно соответствовать но одновременно с этим можно сказать что в принципе то что говорили то что описывали художники модельеры и эксперты относительно компонентов советского компонентов советской мускулиности в 50-60-е годы они в принципе совместимы с теми идеалами которые существовали на западе в это же время потому что как раз таки после второй мировой войны наблюдается такой поворот в гендерном порядке в сторону мужчины как кормильца женщины женщины как зависимы от мужчины и соответственно как раз таки именно во внешнем виде все это старается подчеркиваться и именно из-за этого в 50-60-е годы на фотографиях можно всегда на фотографиях на рисунках что в СССР что на западе можно увидеть фотографии образ такого статного элегантного высокого мужчины и такой гипер гипер фемийной женщины обязательно в юбке обязательно ярко накрашена и так далее и соответственно здесь можно сделать такой мини-вывод о том то что советская маскулинность она хоть и была такая плюреалистичная и достаточно понятная но все-таки в какой-то степени она вписывалась в те глобальные социальные процессы в социальные культурные процессы которые происходили в этот период во всем мире спасибо за внимание спасибо вам огромное потрясающе интересно мне кажется вообще тема образа власти вот такой зримой репрезентации власти с точки зрения стиля и моды и одежды в том числе это невероятно захватывающая тема я помню кажется Бартлетт пишет сравнивает Ленина и Сталина с точки зрения неких вестиментарных кодов которые они использовали в своей публичной самопрезентации но вот про Хрущева и Брежнева я никогда раньше не встречала и сама об этом не задумывалась мне кажется вы очень интересно здорово их сравнили и действительно вписали в такой международный контекст здесь здесь еще немножко про Хрущева и Брежнева это конечно у меня только наработки потому что нужно все-таки найти какие-то другие материалы допустим которые как-то описывают Хрущева потому что если допустим вот то что у меня здесь рядом лежит это в принципе рассказы Игнанда они были публикованы в НЛО вот но допустим у Хрущева как бы нет личного дизайнера которого могу себе это рассказать и поэтому приходится пока что использовать то о чем вообще то есть я сравниваю то что говорил по факту Игнан вместе с тем то что говорят о Хрущеве сейчас и тогда уже после того как его допустим отстранили и даже когда он еще был у власти получается это внешний внешний взгляд и нет никаких таких так сказать инсайтов ну это тоже очень отдельная интересная большая тема еще раз спасибо огромное коллеги я всех приглашаю к дискуссии можно задать вопрос в чате можно поднять живую руку или виртуальную руку чтобы поднять виртуальную руку нужно открыть список участников и внизу будет кнопочка должна быть для этого пожалуйста есть ли у кого-то вопросы да вот можно ну скорее такой может но не столько вопрос сколько комментариев ну вот евгения большое спасибо действительно очень интересный доклад и он вот как правильно отметила Ксения представляя вас в общем заполняет очень реальную лакуну вот в изучении советской моды поскольку всегда исследователи как правило берут женскую моду как основной предмет а из мужской но вот почему-то всегда выбираются только стиляги наверное как наиболее такой яркий объект для исследования но вот я хочу сказать просто чтобы ну может быть немножко нарастить контекст вот вокруг вашего материала что ну вот была статья не знаю попадали попадалась ли она вам вот марка Олена Сведе Твиги Троцкий или что советский Дэнди будет носить следующую пятилетку это вот сборники Дэнди англоязычный сборник ну если нужно я могу просто кинуть в чат ссылку вот там как-то затрагивается немножко мужская мода и потом вот по костюмам кино ну конечно вот книжка Тани Дашковой ну я думаю вы ее знаете вот но все-таки она как-то тоже здесь должна была прозвучать ну вот потом мне кажется что вот понятие которое вот вы использовали там великий мужской отказ оно хотя оно действительно очень распространено я и сама его использовала но все-таки вот последнее время какая-то уже намечается тенденция скорее критически вот это понятие воспринимать в частности вот эта критика вот концепция великого мужского отказа была у Кристофера Бруорда и он ну как-то упрекал вот этот концепт ну так сказать авторов этого концепта в том что это немножко все-таки упрощенная схема которая теряется много много нюансов при этом ну хотя это схема рабочая но как-то надо мне кажется ее использовать с некоторыми оговорками вот ну вот сами материалы вот мужской моды как они представлены вот вашего времени в журналах вот я хочу сказать что там все-таки довольно разнообразная картина ну вот у меня в библиотеке есть несколько журналов там 50-х 60-х годов и там как было мужская мода ну довольно разнообразно представлена обычно это раздел среди мужской моды ну там идут там скажем разделы мода дошкольников женская мода но вот мужская она во-первых всегда как-то подразделяется там вот повседневная официальная нарядная и вот в 60-е годы вносятся такие необычные материалы там скажем трикотаж вот начинает активно использоваться там вот рубашки трикотажные куртки ну какие-то новинки вот я с удивлением вот сейчас во время вашего доклада я как-то выудила эти журналы у себя из архива пересмотрела и там даже есть смокинги вот что любопытно то есть вот такая попытка ну казалось бы чисто западную форму нарядного костюма пересадить на советскую почву или допустим вот дизайнеры предлагают картинки вот мужских комбинезонов причем не как рабочей одежды а скорее как спортивной спортивной такой вот значит повседневной одежды и вот ну наверное последнее что я хочу сказать что ну вот все-таки мы действительно должны учитывать и в этом плане ну вот книги Джорджи Бартлет все это освещено вот разные формы функционирования модного дискурса потому что вот выбрали только журналы но конечно же были там вот и издания домов моделей и вот эти нравоучительные книги вот 60-е 70-е годы существовали такие жанры не знаю там социальные формы как конгрессы моды или допустим мода обсуждалась на совещаниях вот я тут просто цитирую своего журнала рабочей группы пресев то есть да-да я видела их материалы в РГЭ они лежат да-да это вот очень интересные источники и вот как раз мне кажется ну вот может быть в дальнейшем вот было бы просто очень интересно проследить какую-то разницу вот между тем как вот модный дискусс присутствовал на страницах журналах и что вот как он уже спускался в реальную жизнь вот что продавалось в магазинах что делалось на фабриках и даже ну не только в обычных магазинах а в специализированных магазинах мужской моды как например магазин Руслан который в Москве был на Смоленской площади долгие годы так что так что в общем это интереснейший материал и я от души желаю вам всяческого успеха в дальнейших исследованиях спасибо большое будет ли какой-то комментарий на комментарий или ага 50-е годы это все-таки более такое ну более одни и те же костюмы и так далее но уже к 60-м годам да там ближе ближе к 60-м годам там уже появляется такая более 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 больше разных форм форм одежды с разными назначениями да с этим как бы я согласна про разные формы про разные формы функционирования дискурсов моды да спасибо большое это очень интересно потому что у меня есть материалы тех же СЭФ к сожалению пока нет материала в конгрессах мод потому что я видела только пока что по крайней мере в архивах что я смотрела это чисто организации конгрессов мод соц. странами со странами Миного Восточного Блока там даже Югославии по-моему не было у них вот и я также смотрела некоторые книги которые выпускал Дом Модели но там есть такой нюанс то что то что я видела там в основном такие технические они то есть именно связанные с раскроем и мне из них пока что не удалось выудить материал полезно для себя но я еще обязательно проверю спасибо большое спасибо я бы еще дополнительно чуть-чуть такую деталь отметила что в 60-е годы вот наряду с тем что идут эксперименты там с разными материалами но еще очень как-то либерализуется вот канон репрезентации мужской одежды в модных журналах то есть появляются какие-то жанровые сценки такие интересные то есть не просто вот застывшие фигуры вот там допустим мужчина который говорит по телефону или там производственное совещание или вот меня совершенно потряс снимок когда там двое мужчин вот и там одна девушка и вот мужчина наливает себе из бутылки значит в рюмку очевидно какой-то крепкий напиток и второй кавалер тоже уже держит рюмку то есть это явно какая-то вечеринка но при этом это абсолютно такой официальный журнал который называется Лада и вот они публиковали такие снимки это издание комитета легкой промышленности то есть вот это оттепель она в том числе давала о себе знать такими интересными формами спасибо спасибо можно да пожалуйста Наталья Георгиевна добрый день это действительно очень любопытная тема тем более что в общем-то ею занимались и скажем социологи занимались этой темой достаточно активно темой маскулинности темой идеалов маскулинности типа в различных социальных слоях и прослойках и мне было очень странно отсутствие любой литературы социологической на эту тему в докладе может быть потому что это только начало диссертуционного исследования это совершенно такой вот первый этап сбора в общем-то только тематического сбора материала по весьма условно тематически определенным рубрикам методология еще не сложилось определение маскулинности рабочей еще не сделано вот у меня прежде всего вопрос докладчику а какое у вас рабочее определение маскулинности это первое и второе какой методологии вы как историк как ученый который делает научную работу пользуетесь на что вы опираетесь не вообще работой о моде а ваши теоретические методологические основы у меня очень много вопросов на эту тему спасибо за ваши вопросы возможно вы могли бы что-то порекомендовать тоже в этом контексте но я сначала хочу ответ да спасибо большое про определение маскулинности я сюда вкладываю набор характеристик именно связанных с набор характеристик предписываемых мужчинами это то что я сейчас говорю от себя это не предписываемых мужчинам вот так я сейчас говорю не от себя то есть я сейчас не ссылаюсь на какую литературу но естественно у меня сейчас пока методология в такой разработке все что я могу пока что сказать то что да я поддерживаю такой конструктивистский подход в том плане что маскулинность складывается благодаря видениям определенных акторов определенных институтов в частности дома моделей и про теоретические методологические еще конкретно да я читаю социологов постепенно и вожу здесь я об этом не стала говорить чтобы ничего не перегружать и больше сконцентрироваться в принципе на том то что я наблюдаю сейчас но в целом да я сейчас пытаюсь как раз разобраться с методологией но в целом я отталкиваюсь от кризиса маскулинности о чем писали Темкина и здравомыслово из ЕУ СПБ и также я еще использую термин гегемонная маскулинность от Ревен Коннелл для того чтобы как раз таки определить или вынести какой-то клад вообще дискуссии о гегемонной маскулинности в СССР это пока что вот то что я могу сейчас сказать просто сходу без каких-то либо углублений спасибо большое Наталья Георгиевна вы как-то продолжите свою ритмику или да нет ну что продолжать у человека еще нет определения рабочего маскулинности набор характеристик должен быть по которым выделяется то что является объектом рассмотрения у меня вопросов больше нет спасибо спасибо вам можно я тогда да да пожалуйста я пытаюсь сформулировать в чем вопрос меня очень как-то во-первых мне очень понравилась мысль про то что карикатура перешла в кино это по-моему как сказать я не знаю писали об этом нет я не слышала но это по-моему достойно такого какого-то выделения вот а меня очень задела вот эта мысль про так сказать роковую роль ног мужских и запрет на их показ и я подумала что в девятнадцатом веке до определенного момента женская ножка даже самый ее краешек считался абсолютно так сказать скандальным если его покажут а о мужских видимо и речи не было и вот у меня вопрос а вот это во-первых это чопорность по отношению к мужским ногам насколько она у нас опаздывала по отношению ко всему остальному миру и вообще правильно ли я понимаю что значит следовательно чопорность это может быть не понятие так сказать вот дискурса о моде но мне как-то оно пришло в голову получается что женская мода так сказать освобождалась раньше чем мужская вообще в принципе ну как бы эмансипировалась в каком-то роде или нет или это у меня забиральные представления ну мне кажется что вот так вот сходу мне очень очень трудно сказать освобождалась она раньше мужской или нет но в целом то что вот я помню по материалам которые я смотрела именно вот дискуссия о женском декольте они начались еще в 53-м что в принципе достаточно так новаторски для того периода так что ну в какой-то в какой-то степени возможно да но я думаю что это такой открытый вопрос надо проследить будет спасибо я посмотрю еще спасибо коллеги есть ли еще вопросы или реплики Псения можно я пожалуйста Сергей Я хочу поблагодарить Евгению за очень интересный доклад и я очень рад что вот изучение моды это ну вот вашим вашей интерпретации это действительно часть изучения истории культуры и даже можно сказать политической культуры и вот ваши рассказы о моде действительно это очень интересная иллюстрация можно сказать даже комментарий к советской истории 50-х 70-х годов я бы хотел среди прочего немножко сделать замечание о вашей периодизации ну вот вы уже по возрасту для вас как-то вы мыслите десятилетиями 50-е 60-е 70-е я уже в силу своего возраста я жил довольно в сознательном уже виде и в 50-е и в 60-е и тем более в 70-е и вот мне кажется что тут периодизация должна быть более дробной 50-е это по крайней мере две разных эпохи вот очень хорошо сейчас вы сказали что в 53-м году начались дискуссии о декольте это характерно что они начались в 53-м в год смерти Сталина поэтому нельзя говорить о 50-х вообще 50-е включая 53-й даже может быть это одно а вторая половина 50-х это совсем другое примерно тоже можно сказать о 60-х вот вы показали одну из ваших иллюстраций там что было характерно там было три времени первая картинка 52-й 53-й следующая не какой-нибудь а 58-й уже конец 50-х а следующая 62-й вот и это не случайно значит вот дистанция между 52-м 53-м и 58-м очевидно когда произошел именно этот перелом трудно сказать но 20-й съезд был 56-м году это было для многих как обухом по голове вот тут интересно проследить как реагировала ну тут мода конечно вещь условная одно дело что там делали в домах моды другое дело что люди на самом деле носили это тоже стоит наверное различать но вот перелом видимо произошел где-то в 56-м 57-м между 53-м это какой-то был переход потом 62-й следующий перелом по-видимому произошел тоже не сразу не с 60-го года может быть и 60-го но вот к 62-му явно что-то обозначилось вот так даже по моим воспоминаниям и дальше шло время в 64-м сняли Хрущева и это тоже был для многих удар обухом по голове это был рубеж в каком-то смысле подобной смерти Сталина в 53-м дальше пошло время очень своеобразное вот так же как 50-е годы надо разделять по крайней мере на 2 на 2 отрезка так же 60-е надо разделять по крайней мере на 2 отрезка вот отрезок с 65-го по 68-й 69-й это совершенно особенное время вот вы о нем специально не говорили но было бы интересно посмотреть вот что именно в эти годы происходило в советской так сказать идеологии даже в советской культуре это было очень важное переходное время как мне тогда еще объясняли люди или чуть позже постарше меня они говорили что вот когда сняли Хрущева новое начальство само не совсем понимало куда надо рулить и оно вольно или невольно позволяло разным так сказать людям рулить немножко в разные стороны следующий рубеж это август 68-го ввод войск варшавского договора в Прагу опять же не сразу тем более наверное на моде это не сразу отозвалось но действительно к 70-му 71-му году это уже как-то выкристаллизовалось новое качество и тут я согласен 70-е годы это видимо какое-то особое время может быть тут уже таких рубежей главный рубеж был в самом конце 70-х в 79-м начало афганской войны тут идет ну это уже выходит за пределы вашего времени так что вот мне кажется вам имеет смысл ввести более дробную так сказать хронологию ваших исследований и с точки зрения вот истории культуры и даже политической истории было бы интересно посмотреть насколько вот эти вот рубежи политической истории с какой скоростью они отражались вот на этом причем это не только в моде например я помню какую-то я читал книжку не помню чью может быть Гаспарова по истории русского стиха и там видно что скажем рубежи в истории рифмы рубежи в истории размеров стихотворных их употребления очень четко совпадают так сказать с рубежами политической истории то есть вот культура все так сказать и мода и стихи и живопись и кино это некое единое целое которое часто реагирует вот примерно в одно и то же время на какие-то события это вот извините что я так долго может быть говорю но еще что я сейчас хотел сказать ну такие уже может быть мелочи вот разница между Хрущевым и Брежневым они все-таки были люди разных поколений тоже ну да я сказала об этом что это все-таки да 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 и вот Хрущев конечно еще сформировался так сказать при Сталине и он все-таки несмотря на то что у него был лозунг кстати мирное это официальный был лозунг мирное существование систем не мирное существование именно США а мирное существование разных ну тогда говорили социальных систем на самом деле речь было о политических системах социальные различия были не столь важны на самом деле значит Хрущев еще себя противопоставлял официально по крайней мере вот западному истеблишменту и он может быть даже нарочно подчеркивал свое отличие и он говорил мы вас закопаем там известны его эскапады он себя противопоставлял стучал ботинком по организации объединенных наций по Юпитру вот и характерно вот вы показали фотографию Хрущев значит кто там еще Кеннеди или кто те в бабочках а Хрущев в галстуке и хотя он оделся по западному канону но вот по-моему бабочек он никогда не носил вот это вот с Брежневым уже другое Брежнев был человек другого поколения и я вот в 70-е 80-е годы был знаком и общался время от времени с одним индийским журналистом который многие годы прожил в Москве описывал всякие наши так сказать события туда-сюда и он хорошо знал нашу систему и он мне как-то сказал даже не раз говорил что ваше начальство оно наслаждается тем что они вошли в мировую элиту если Хрущев еще себя противопоставлял и грозился их закопать то эти уже наслаждались тем что они вот часть этого мирового элитарного сообщества правителей и поэтому вот скажем вот сейчас на экране тоже фотография Брежнев и Никсон чем они отличаются друг от друга кто из них русский кто американец они близнецы и братья кто более истории матери ценен как говорил Маяковский и это сломалось только вот в конце 79 года с началом афганской войны когда Брежнев уже впал в маразм видимо и вот тут уже снова вышло противопоставление систем а так они в общем мимикрировали тот же индийский журналист мне говорил ваше начальство во всем подражает американскому начальству а он в общем увидел тех и других и смотрел с индийской стороны спасибо большое Сергей что касается более дробной периодизации мне кажется отчасти в докладе было показано в частности замечательный документ который подтверждает что Хрущев тоже сначала одним курсом пошел потом другим сначала в продолжение видимо позднесталинского такого направления на полный официальный отказ от моды буржуазности западных каких-то веяний а потом к какой-то адаптации поэтому действительно здесь можно наверное как-то более об этом подробно говорить очень интересные комментарии в чате про то что нельзя было носить какие-то вещи потому что если я правильно поняла именно они были связаны с политическим эстеблишментом с какой-то нормальной маскулинностью гегемонной и чтобы себя противопоставить нужно было без пиджака ходить и без шляпы эти слова гегемон конечно интересно в советском языке слово гегемон имело совсем другое значение был класс гегемон гегемонная маскулинность это уже конечно совершенно постсоветская формулировка это австралийская формулировка да это австралийская ну понятно во всем очень не советская а у нас это постсоветская учтите что в советском языке слово гегемон имело очень определенное значение. Конечно, да. Не знаю, про антимоду что-нибудь скажется еще? Про антимоду, честно говоря, я особо про 70-е я не знаю, но для меня антимода в мой период это в основном стиляги, но про них я уже сказала, что я наблюдаю шифты между официальным и ими, но, естественно, в своей работе я на это обязательно обращаю внимание. Я хотела сказать про периодизацию. Спасибо большое за этот комментарий, я себе все выписала. Но вот у меня, допустим, диссертация, она идет только про оттепель с 53-го по 64-й. Но мы долго спорили, как нам вообще закончить, ну, то есть, как вообще можно закончить оттепель в 64-м и вообще насколько мы можем оттепель кончилось гораздо раньше. Да. Хрущев сам ее свернул примерно где-то в начале 60-х, так что некорректно говорить, что оттепель длилась до 64-го, это не так. Ну, да, я думаю, что просто астрография связывает это с тем моментом, когда его сняли, и вот просто сейчас все ассоциируется с... Можно говорить, время Хрущева, но говорить, что это все оттепель, это неверно. Извините, я еще одно замещание хотел вам сделать. То есть, вы ориентируетесь в основном на официальные фотографии. Я помню, я был на какой-то выставке фотографий несколько лет тому назад, и меня потрясла одна фотография, снятая официальным фотографом, но, видимо, это была какая-то встреча, прием, и за столом, значит, сидело вот все тогдашнее начальство, и фотограф, не знаю, из каких соображений он их снял, может быть, просто ему показалось интересным, значит, сидит Хрущев, Маленков и особенно Каганович. Я впервые вот увидел не портретное изображение Кагановича, а реальную фотографию, причем, видимо, он хорошо поел, хорошо выпил, и у него такой тяжелый нижний челюсть, такой взгляд, такой волчий. Это, значит, еще было до 1957 года, когда Хрущев их всех разогнал, как антипартийную группу. Значит, это где-то между 53-м и 57-м, и они все одеты, совершенно неформально, вот они сидят, это потрясающая фотография, и мне кажется, что вам имеет смысл, но это, конечно, это уже не мода, но они, это явно, но это публичное какое-то мероприятие, это не то, что сидят у себя на даче, это какой-то прием был с фотографами, и вот как они одеты в такой не совсем, как бы самым вот дипломатической ситуации. Это имеет смысл такие фотографии тоже находить и комментировать. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Анна Евгеньевна. Евгеньевна, скажите, пожалуйста, есть очень известная фотография Брежнева, он немного моложе на ней, чем на фотографии с Никсом, где он сидит в моторной лодке на море. А, да. Да, в темных очках Брежнев очень любил эту фотографию, говорил, что он там, как Ален Делон. Скажите, пожалуйста, будете зато, предполагаете ли вы затрагивать тему ориентации советских мужчин на западные иконы стилей вашего времени, как сейчас бы сказали, или это выходит за ваши рамки? Ну, вообще, именно, я просто, на самом деле, я не знаю, если прям, так как я, ну, в диссертации, как бы у меня Брежнев фон не будет входить, но, допустим, именно в диссертации вот я занимаюсь как бы именно отчиплю, вот в тот период я смотрю на то, вообще, какие западные образцы считаются, так сказать, ориентирами в официальном моде, так что частично, да, но пока я не встречала там вот каких-то актеров, например, нет, не видела еще. Спасибо. Спасибо большое за вопрос и за ответ. Коллеги, есть ли еще какие-то соображения, которые мы бы хотели бы поделиться? У меня очень много было вопросов, в основном уточняющего свойства, но поскольку уже время, мне кажется, нас немножко не то чтобы поджимает, но направляет к концу нашей дискуссии. Я, наверное, задам один и тоже в продолжение, может быть, вопроса Веры Аркадьевны про карикатуру и кино. К сожалению, Татьяна Дашкова не смогла к нам сегодня присоединиться, и я, может быть, не очень точно помню ее работы, да, как раз, но насколько я сейчас так вот могу это сообразить, вроде бы она как раз в анализе кинематографа тридцатых в первую очередь акцентирует именно роль негативных женских персонажей, таких особенно модных. Про мужчин я там не помню. И вот правильно ли будет сказать, что вот эта характеризация негативная при помощи моды, она переходит от женских персонажей к мужским в тот период, которым вы занимаетесь? Если да, то можете ли вы это как-то прокомментировать вообще, с чем это связано и как это можно интерпретировать? Честно говоря, мне просто кажется, что в официальном дискурсе, что в дискурсе моды, что в дискурсе карикатур, возможно, из-за того, что мода все еще продолжает больше ассоциироваться как женской практикой и считается женской прерогативой, то, соответственно, и большая часть высмеивающих картинок тоже связана как раз-таки с женщинами и направлена собственно на женщин. И, скорее всего, в этом и есть причина, но я просто прям конкретно еще карикатурами не занималась. Нет, именно про кино, я может быть неясно рассказала, про образы кино, потому что в кино 30-х, да, есть всегда разодетые такие особы, мне кажется, с обычного женского пола, да, это негативные персонажи, а вы так здорово показали действительно, что вот в конце 60-х, по крайней мере, в 70-е хорошо одетый мужчина, да, это такой главный негативный персонаж в кино, и вот про это был мой вопрос. Просто я на самом деле, так как я не занимаюсь вообще визуальными исследованиями именно кино, и, честно говоря, я мало смотрела таких непопулярных советских фильмов, только максимально популярных, но возможно, да, возможно, есть какой-то именно шифт, возможно, он даже связан со стилягами теми же. Может быть, да, действительно. Ну, они уже, конечно, к тому времени, по-моему, исчезли, но все равно. Ну, да, они исчезли, а образ как-то, да, продолжал циркулировать. А вот мужчины-манекенщики, вы не скажете еще пару слов, то есть можно было просто прийти, как герой, да, Андрея Миронова в известном фильме, и как-то продефилировать, или как это все работало, это профессия вообще манекенщик, и есть ли какие-то, я поняла, что нет фотографий, да, или пока, по крайней мере, не удалось найти, есть ли какие-то, ну, какие вообще есть свидетельства участие мужчины в модных показах? Мне здесь трудно сказать именно, как набирали мужчин, потому что все, что я знаю про наборы манекенщиц, это именно женского опыта, но и женских, и интервью бывших манекенщиц СССР, собственно, как вот они говорят, там буквально, не знаю, на улице ловили, не знаю, как хантеры какие-нибудь, как сейчас, там 90-е тоже ловили там известные девушки, которые стали известными моделями, предлагали там им визитки, то примерно такой же хантинг был тогда, но вообще достаточно стигматизированная была деятельность, и девушки говорили то, что иногда они даже скрывали то, что они работают в доме моделей, несмотря на то, что в принципе это была такая достаточно привилегированная профессия, дающая определенные возможности, там самая известная манекенщица это Регина Сбарская, к сожалению, у которой не очень, не очень, так сказать, счастливо сложилась жизнь, но одновременно с этим все-таки именно работа в доме моделей дала ей определенные возможности, в том числе поездки за границу и так далее. В Ленинградском доме модели, например, писали, что все на самом деле не так шикарно и богато, как это сейчас, допустим, представляется в кино, вот про Сбарскую был сериал российско-украинского производства, и вот там, допустим, тоже все манекенщики были представлены как женщины, а мужчин там, по-моему, вообще не было в этом, я его смотрела, я не помню никого из мужчин, Лепин упоминает имя одного манекенщика, который работал как раз-таки в ЛДМО, но мне пока вообще не удалось ничего на него найти, Лев Анисимов, просто извините, что я перебиваю, именно в 60-е годы был такой, ну, просто вот селебрити, мужчина-манекенщик, Лев Анисимов, он, видимо, один вообще на весь Советский Союз. Ну, он как-то остался вот как такой герой того времени, извините, что вклинилось. Страшно, ну, просто я отвечаю на вопрос вообще, как они туда попадали, скорее всего, просто как вот Миронов в кино пришли. Ну, это... Дефицит. Могла быть какая-то занятость более регулярная, а могли быть какие-то разовые, да, или мероприятия, или непонятно, да, пока? Так себе. Судя по всему, платили там так себе, поэтому это было в основном чисто как, ну, не хочу говорить слово халтурка, но скажу. Часовка, скажем, да, наша фирменология. Вот наработали и в штате, в принципе, да. Да, ну, вот тот же Лев Анисимов, он 30 лет работал в доме моделей. Ну, да, то есть, ну, кто-то халтурил, а кто-то в штате. это у него постоянная была такая работа. Ужасно, интересно. Спасибо. Можно небольшую ремарку, К Вашей ремарке о стилягах как выражение отрицательного образа. Очень любопытное продолжение, тенденция получила, ну, простите, опять же, в 70-е годы в пародии на группу Кис в детском фильме сказки «Новогодние приключения» Маши и Витя. Сейчас порядочно подзабыто, но пародия там совершенно блистательная, даже с гримом. Спасибо. Спасибо. Можно тебя представить, надо скорее все смотреть. Вы знаете, это совершенно детский фильм, но Кис там изображает в том числе боярский с узнаваемым типом грима любопытное явление, на мой взгляд. Все, спасибо, извините. Спасибо вам. Ну что, если больше нет каких-то воспоминаний о советском прошлом или вопросов или комментариев, еще раз огромное спасибо всем, кто участвовал в дискуссии и огромное спасибо докладчице, которая нам представила такой увлекательный и наводящий на разные размышления материал. Спасибо всем, коллеги, и до новых встреч. Спасибо всем большое за комментарии, я все записала, и это мне очень поможет продвинуться в моем исследовании и в диссертации. Спасибо. Это очень интересно. Спасибо. Дорогие коллеги, на следующей неделе у нас замена будет. Наталья Ивановна Кунюцова не сможет выступить. Рассылку мы совершим в течение нескольких часов. Ждите, пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.